Скачут однажды три богатыря по полю, а навстречу им летит Карлсон, испуганно озираясь по сторонам. Илья Муромовец плевывает и раздраженно говорит, ну вот блин, опять этот типографский работник пьяный в стельку, перепутал книги. Подписываемся и слушаем дальше. Я распираюсь в кино, живописи, литература. Да, прекрасно. И как вам последний фильм Паниковского? Я же говорю, пока распираюсь. Идет собрание. Председатель свыше говорит. Итак, в повестке дня у нас сегодня два вопроса. Первый вопрос. Бухгалтер Петров критиковал нашего директора. Второй вопрос. Прощание с бухгалтером Петровым. Та езжи. Дорогой, я хочу жить с тобой долго и счастливо. Дорогая, если ты будешь жить счастливо, то я долго не протяну. Тай, 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 тай. Если мужчина копает в мусорнике, не спешите записать его в бомжи. Возможно, его жена выкинула инструменты. А кто, а кто это делает? С чем у тебя ассоциируется твоя работа с просторами космоса? Неужели такая полная свобода деятельности? Нет, просто хочется послать ее подальше. Воню, бутылка. Студент, обладатель заветной пачки пельменей, вчера вечером неожиданно вошел в список пяти богатейших жителей общежития. Всемирный конкурс по вязанию. Бабушка из Украины связала носки. Бабушка из Японии связала айфон. Бабушка из Голландии не смогла связать ни одного слова. А бабушка из Сомали связала двух бабушек и требует выкуп. Дети, приведите премьеры о вреде курения. Слушаем тебя, Вовочка. Мой прапрадедушка всю жизнь курил, поэтому на своем юбилее он смог задуть 100 свечей только с пятой попытки. Из истории курортного романа новая парочка сидит на лавочке. Он говорит, скажи, если бы я захотел целоваться, ты бы сопротивлялась? Она говорит, конечно, я бы очень сильно сопротивлялась, но сейчас я так услабла. Толдычила каишнику, что водительское удостоверение осталось в другой сумочке, потому что вчера была в других сапогах. Мужская логика разбилась в трепетки. Подписывайтесь на колокольчик. Подписывайтесь на колокольчик.